Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Реэ, где Всевышний обращается к каждому из нас и говорит, смотри, есть только благословение и проклятие. Только два пути. Если ты выбираешь Тору и заповеди, у тебя будет все хорошо. Жизнь, благословение, все-все-все-все-все. Если ты выбираешь другой путь, то будет проклятие. Только два пути, нет другого варианта. Очень четкая и простая схема. Написано в Перкеа, вот, Алькор Хаха Атану Цар. Тебя не спрашивают, хочешь ли ты быть создан. Ты уже создан, ты живой человек. И ты находишься в закрытой системе, где есть только два варианта, благословение и проклятие. Будь, пожалуйста, мудрым, говорит нам Всевышний, выбери благословение. Вы знаете, Всевышний начинает судить человека и наказывать. Верховный суд, Небесный суд, начинает наказывать человека в этом мире только с 20 лет. То есть, у человека есть бармитство в 13 лет, он обязан соблюдать. Но наказание свыше приходит после 20. Почему после 20? Потому что у человека после 20 лет вырабатывается префронтальная кора головного мозга, которая отвечает за аналитику. То есть, я могу посмотреть в будущее. Если я сделаю такой-то, такой-то поступок, будет такой-то результат. И только с 20 лет я могу прогнозировать, к чему приведут мои поступки. И поэтому, раз так, я могу понимать, что если я буду грешить, Всевышний мне накажет. Поэтому наказание свыше приходит только после 20 лет. Потому что человек может понять и прогнозировать, что вот эти действия дают мне благословение, а вот эти действия дают мне проклятие. И мы все должны уметь пользоваться вот этим. Ре-э-анухи-но-тен-лиф-ны-хе-майом браха веклала. Я даю вам сегодня два пути благословения и проклятия. И вы можете и обязаны выбрать правильный выбор, выбрать Тору, выбрать заповеди. И все мы с вами должны быть, как та известная лиса из притчи Ицхака Пентусевича. Что за лиса? Рассказывается, что один раз лев после большой-большой пьянки, гулянки ночной, идет утром по лесу и от него очень дурно пахнет. Он ловит волка и говорит, волк, от меня плохо пахнет? А ну скажи. Дыхну на него. И волк говорит, ой, ужасно пахнет. Отрубает ему, отрывает голову, все, наказывает, ты царю зверей говоришь, что от меня дурно пахнет, смертная казнь. Ловит заяца, заяц, от меня дурно пахнет или нет? Дыхну на него, а заяц уже видел, что было с волком. И говорит, нет, прекрасный запах, господин лев. Отрубает ему голову, ты что, врешь царю зверей льву? Идет он дальше и ловит лису. Говорит, лиса, ну как от меня пахнет? Лиса говорит, дорогой лев, царь зверей. Я бы с удовольствием ответила бы на твой вопрос, но я сегодня, у меня заложен нос. Я не могу чувствовать запахи. Мудрая-мудрая лиса умела прогнозировать ситуацию. Она понимала, что ответа правильного нет. И лучше промолчать. Прогнозировать ситуацию. Каждое наше действие приводит к какому-то результату. Нельзя оставаться нейтральным. Мы не можем сказать, слушай, Всевышний, я в это не играю. Ты так не можешь сказать. Аль-кор-ха-ха-та-но-царь. Ты уже создан, ты уже в игре. Имей, пожалуйста, мудрость выбрать правильный выбор. Давайте выбирать браху. У нас начинается месяц Элюль. Это самые-самые светлые дни в году. 40 дней милосердия. Пускай Всевышний даст нам хороший месяц Элюль. Пускай даст нам правильно проводить Роша Шана. И всем-всем-всем желаю Шана Това Умитука.